Вазовская 12-я загорелась ночью во дворе на улице Старозагора. В легковушке сработала сигнализация. Владелец машины Алексей Гордеев сразу же бросился спасать имущество. Выбежал быстрее тушить первыми подручными средствами. Взял огнетушитель из багажника, потушил, не потухло снегом, начал закидывать. Все попытки молодого человека оказались тщетными. Пламя разгоралось все сильнее. Гореть, как говорит Алексей, начало с лобового стекла и крышки капота. На помощь прибежали соседи, вызвали пожарных. Проезжала патрульная машина, следом, минуту через две, как начался пожар. Они даже не остановились, просто посмотрели мимо, проехали до тех пор, пока очевидцы не начали кричать, остановитесь, помогите. Пятая рота полка ДПС был написан на машине. Просили у них огнетушитель, чтобы потушить. На что они сказали, что огнетушитель не для этой цели у них. По словам Алексея, вместо того, чтобы помочь в тушении, инспекторы ДПС достали мобильные телефоны и начали снимать происходящее на видео. После того, как молодой человек подошел, спешно убрали мобильники. Возле горящего авто были припаркованы и другие машины. Была опасность, что пламя перекинется и на них. Но пожарным удалось это предотвратить. Правда, 12-я успела сильно выгореть. Прибывшие на место следователи обнаружили возле неё бутылку с горючей жидкостью. Сейчас она отправлена на экспертизу. Обстоятельства возгорания и другие обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования уголовного дела. В том, что это был поджог, Алексей и его друзья не сомневаются. Причиной поджога они называют месть со стороны инспекторов ДПС. Поясняя это тем, что на протяжении нескольких лет молодые люди являются членами общественного движения по защите прав водителей и фиксируют на камеру. По их словам, нарушение со стороны инспекторов ДПС при исполнении. С сотрудниками ГИБДД у нас действительно давным-давно зафиксировано то, что есть оборотни, которых, наверное, мало кто в Самаре выявлял. Это единственные парни, кто занимался этим с 2011 года. Я уверен, что это дело дойдет до министра внутренних дел Российской Федерации и ляжет на стол Колокольцева. Будем разбираться, потому что такой беспредел, конечно же, терпеть нельзя и, в общем-то, бороться с ним обязательно нужно. Кто причастен к поджогу, предстоит выяснить следствию. А пока Алексей с друзьями решили провести собственное расследование. Павел Баймаков, Павел Пресняков, Алексей Золотенков. События.